Доброе утро. В первую очередь разрешите поблагодарить за возможность выступить Татьяну Юрьевну Рашидову Ахидовну. Мне поручено попробовать вместе с вами понять, чего у нас больше в меланоме для лечения сложностей или каких-то новых опций. Если будем рассуждать, ну смотрите, наверное, просто хотя бы перечислить, потому что каждую, конечно, мы, наверное, не проговорим с вами, это можно целый день выделять, но нам бы очень хотелось оптимизировать последовательность назначения терапии. Наша мечта знать, с чего бы нам начать, чтобы достигнуть определенного результата. Потому что очень хотелось бы избежать назначения и ненужной терапии, перелечивать пациентов. Это, в общем-то, не то, для чего мы с вами здесь работаем. Ищем новые препараты. Возможно, мы можем комбинировать то, что у нас уже есть. То есть, рациональное использование имеющихся ресурсов, ну, начиная с весны этого года, особо остро в том числе стала такая необходимость решения. И при условии, что у нас есть эти возможности, это все равно, да, чем более рациональных мы их будем использовать, тем большему количеству пациентов мы сможем помочь. Преодолеть лекарство резистентность. Это тоже наша мечта, да, она немножко может быть за пределами реальной практики клинических онкологов, но все же. Определить место повторного использования препаратов мы действительно столь долго уже лечим пациентов, что и имеем возможность и повторно назначить ту или иную терапию. Нужно ли нам ПДЛ-тестирование для меланомы? Очень много дискуссий вокруг этого. Я за ПДЛ-тестирование, как минимум за наличие этой информации при принятии решения. Может быть, нам стоит поискать еще какие-то маркеры-предикторы для выбора. Итак, новое ли это? Или эти сложности у нас были раньше? Если мы посмотрим, ну хотя бы 15-й год, то есть в общем-то 5 лет назад у нас прорывом был тогда еще родоначальник эпилемумаб. И когда он пришел, это была, конечно, революция, когда объявили, что 4 капельницы. И в дальнейшем, да, только каждый пятый пациент. Это правда, но, и вы знаете, и в нашем центре есть такой опыт. Потому что в 2014 году, например, пациентке были назначены препарат эпилемумаб. На тот момент это глубоко предлеченная пациентка с множественным поражением меланомы. И до настоящего момента пациентка нас радует своими визитами, потому что у нее даже с каждым визитом нарастает глубина ответа. Это ли не радость? Радость, да. И на самом деле, если так подумать, мы смотрели, что вот с 2014 года наблюдаем пациенты. Я к одному докладу готовилась, задачилась и поискала, когда же первый препарат был введен. И вы знаете, это очень приятно. Это аж далекий 2006 год. Да, конечно, это клинический... Четыре введения препарата. Шестой год, да? Нет, с шестого года опыт в нашем учреждении. Да. А ей ввели в 2014? Ей ввели в 2014. И эффект сохраняется до 20. До сих пор. Да. У этой пациентки 6 лет. Как нам найти вот такую пациентку, кому достаточно будет? На самом деле, выбор у нас при меланоме уже, ну, будем честными, довольно велик. Тут прямо множество уже препараторов. Все ли они в 2020 году пришли? Ну, давайте посмотрим. Если мы берем именно 2020 год и его сложности, то уж сложности или решение этих сложностей нам принесли новая регистрация. Это Пролголемаб антипедиа-1. И у нас есть новая комбинация из частично имеющихся уже в арсенале с опытом препараты. Давайте посмотрим, Пролголемаб. Что он нам дал? Он нам дал еще одну опцию выбора. То есть наравне с Неволумабом и Пембролизумабом он показал свою эффективность. Важно ли нам это? Важно, потому что на данный момент он зарегистрирован. У нас есть инструкция. У нас есть в рекомендациях Минздрава это показание. Будет ли он нам дополнять спектр возможностей? Вы знаете, претендует на то, что так как это иммуноглобулин G1, и у него есть мутация, лала-мутация ее назвали, возможно, она будет минимизировать эффекторные функции антитела. Предполагается чуть меньшая токсичность. Посмотрим. В практике нужно знать, но у нас вот идет клиническое исследование, мы только к этому подходим. Только начинаем. Сложность одна из, которые мы имеем, это, например, отсутствие тарифа на данный момент на это. Но я надеюсь, Новый год нам принесет решение этой сложности. И мы уже на практике посмотрим. Если посмотреть, в чем еще интересные аспекты, ну, допустим, про Лгалимаба. Он, помимо того, что включился еще в гонку, он действительно показал корреляцию между глубиной ответа и его длительностью. Важно нам это понимать, что среди препаратов у нас выбор, ну, почти равноэффективных. Важно. Какой аспект был важный для клинического исследования? То, что была взята для анализа более тяжелая популяция. Популяция чем нам важна? Потому что мы реально лечим пациентов. И когда у нас есть рафинированные, подобранные пациенты, где-то без метастаза в голову, где-то с менее тяжелым экогом, где-то чуть реже. Если сравнить с другими регистрационными клиническими исследованиями, они амбициозно взяли чуть более тяжелую группу. И очень мне понравился у них один из, как они заявляют пока, предикторный фактор выживаемости. Это объем опухоли. На самом деле, вот я искала по другим клиническим исследованиям, ищут зависимости между количеством пораженных органов, количество самих метастазов, важность к расположению критическим органам и так далее. Объем опухоли, возможно, для нас когда-нибудь будет тоже таким предиктором. Что еще интересного из нашего 20-го года? Это тройная комбинация. Ну, выстрелила, ничего не могу сказать. Нужна ли она нам? Давайте смотреть. Если мы возьмем данные пятилетней общей выживаемости, у нас уже и лидеры определились, и на самом деле, вспоминаю этот график пятилетней давности, у нас сейчас пятилетняя общая выживаемость достигает 52%. Ну, колоссальные цифры. Нужна ли нам эта комбинация? Ведь мы уже понимаем, что нам даст гарантированный успех. Чтобы нам не посчитать себя слишком уверенным при назначении, как нам правильно поставить цель ее достигнуть, нужно ли нам обладать этой комбинацией. Вы знаете, если мы посмотрим, то все-таки через 5 лет 50% пациентов и запрогрессируют, и умрут. Соответственно, как бы ни были чудесными достижения при лечении метастатической меланомы, все-таки нам есть над чем работать. Таким образом, мы сейчас будем с вами говорить о группе, которой нужно помочь. Это более тяжелые пациенты, потому что легких мы знаем. Мы знаем, кто относится примерно к благоприятному прогнозу. Это пациенты, которые к нам обращаются с минимальной опухолевой нагрузкой, ЛДГ в пределах нормы, небольшим объемом опухоли. Они получают часто полный ответ на терапию. И мы примерно понимаем, как с ними быть. И вот она, группа пациентов, которая сейчас является, скажем так, болевой точкой клинических онкологов, назначающих лечение. Потому что, когда пациент приходит с большим объемом опухолевой массы, высоким уровнем ЛДГ, большим количеством поражений, может быть, даже поражением головного мозга, мы понимаем, что риск потерять в ближайшие годы этого пациента колоссальный. Что интересного? Ну, если мы объединим усилия, не получим ли мы каких-то неожиданных результатов? Будет ли это 1 плюс 1 равно 2? Вы знаете, что интересно? Ведь мы же знаем, таргетная терапия, наша палочка-выручалочка – это быстро такой реализуемый эффект. Иммунотерапия – медленно реализуемый, но надежно и надолго, если мы добились ответа. Будет ли это такой хороший тандем, если мы объединим эти два метода? И что приятно, что помимо того, что таргетная терапия работает и иммунотерапия работают, они еще обладают синергизмом. Как получился синергизм? На самом деле таргетная терапия, у нее таргетный потенциал, у иммунотерапии иммунный потенциал, Но, оказывается, и у таргетной терапии есть иммунотерапевтический потенциал. За счет чего он получается? Приток CD8, снижение количества супрессорных клеток. Таким образом еще повышается количество меланомоассоциированных антигенов. То есть, если, простыми словами, мы берем не очень чувствительную, либо с низким ПДИ, либо с низкой инфильтрацией, обухоль, и давая, подготавливая ее таргетной терапией, мы ее переводим в более чувствительную. Если бы мы сразу назначили иммунотерапию, могли бы не получить того ответа. И вы знаете, действительно, они уже успели сделать подгрупповой анализ, и приятно, что не только у хорошей группы работает эта комбинация, но и то, что максимальное отличие и пользу от добавления от изолизумама получила группа с низким ПДИ и высоким ЛДГ. Это как раз та наша болевая точка, которую мы смотрим. Что интересного было? На АСКО были доложены несколько клинических исследований, и, в общем-то, у всех были результаты, но что происходит, и в чем сложность? Смотрите, что мы имеем. Два из этих исследований уже не достигли первичных конечных точек. У нас сейчас с вами один лидер. Важно ли это? Но на самом деле, важно еще, мы сейчас находимся в заложниках дизайна клинических исследований. Что это значит? Что два те исследования, которые не достигли... Наталья Владимировна, скажите мне, пожалуйста, для клинических онкологов, вот трудность, у нас сейчас есть триплет. Трижды, берав мутированный рак, трижды триплет вы сделаете, или вы, брав ингибитора, назначите. Вот это все понятно. Клинические онкологи это уже слышали 20 раз. Вот вы скажите, как человек, который работает и в клиническом здравоохранении, в практическом, прикладное значение этих комбинаций, которые зарегистрированы в 2020 году. Вот эти все графики мы с вами, люди, знаете, мы только и сидим на этих графиках с вами. Реальным врачам, которые сидят в Архангельске сейчас, в Соктовкаре, сегодня утром к какому-то врачу в Соктовкарском онкодискованцере приходит больная. У нее брав положительная меланома, первая линия. Есть новая опция, которая зарегистрирована. Это залезуман плюс брав ингибиторы. И есть брав ингибиторы, два вида. С чего вы начнете и почему? Вот мы с Натальей Петровной уже попали в ловушку от этого триплета, понимаете, в этой жизни. И дуплета. Поэтому вот с вашей точки зрения, в этом и есть трудный случай. Понимаете, у нас сейчас все больше и больше регистрационных опций. Мы все больше и больше, у нас как, знаете, снег на голову. Вон и рак желудка. Ну и думали только при метастазах одну схему там проводили. А сейчас и переоперационная, и послеоперационная. И молекулярно-генетическое исследование. Только при раке желудка, а уж меланома, это вообще просто красота. Скажите, пожалуйста, или случаи, или вот в чем, вот вы их видите, как клинический онколог в реальной клинической практике. Вот с чего вы начнете? Вот эти графики, они все классные. Они замечательные, я за них. Это регистрационные исследования, они их все знают. Мы разбираем на этой школе все-таки не теоретические подходы, а мы разбираем практические сложности в этих теоретических подходах. Понимаете, вот я вас очень прошу. Как вы назначите лечение? Больную, первая линия, брав положительная. С чего вы начнете? С триплета или с дуплета? Брав плюс мег? Или просто с брав? Зависит от контекста. Давайте, графика нет. Графика нет, алгоритм есть. Нет, на самом деле… Алгоритм есть. Наверное, если у вас, ну, рассуждаем, мы делим на благоприятный прогноз. У всех нас. У нас, у вас, у нас, у всех. Мы потенциально должны отнести в первую очередь пациента к благоприятному прогнозу, к неблагоприятному. Если вы определились, что мы боремся за ближайшие дни, часы, ну, месяца уже обсуждаемо, конечно, это только таргетная терапия. Если есть симптомные, большие, объемные, с поражением головного мозга, это таргетная терапия. Если небольшой объем опухоли, есть возможность подождать, еще и ПДЛ положительный, да, в каком-либо проценте, но тогда мы относим к иммунотерапии пациента. Это опция для той зоны, а их немало, я думаю, что вы подтвердите, когда мы колеблемся. Вот эта сложность, да, когда мы, вот я почти уже приступила к случаю, если позволите, я как раз на его примере. Этот случай, давайте. Хорошо, вот он как раз. Получается, к нам обратилась молодая женщина. И это вот так как раз ситуация, когда мы колеблемся. Дело в том, что с учетом молодого возраста, но высокого ЛДГ, большого объема опухоли, да, это симптомный конгломерат в подмышечной области. С поражением в висцеральных органах у нее была поражена селезенка. И КОК, она была скомпенсирована больше в связи с молодым возрастом, но он колебался уже, может быть, даже был бы к двум. Вот в этой ситуации надеяться на быстрый успех и реализацию иммунотерапии, наверное, да, когда еще и большой объем опухоли, мы начинаем переживать, успеем ли мы дать ей только таргетную терапию. Нам кажется, мало мы хотим удержать этот эффект. Получается, у пациентки была возможность включения в программу, была назначена таргетная терапия. Что еще приятного и какой способ, возможно, можно использовать в практике? Учитывая, что дизайном исследования и, соответственно, в регистрации сейчас первый месяц, максимум два, пациентам назначается таргетная терапия. Таким образом, вы не обязательно, даже если вы хотите дать тройную комбинацию, но колеблетесь, вы назначаете таргетные препараты. И если вы справляетесь с токсичностью, если вы улучшаете ИКОК, вы видите ответ, который вы хотите удержать, со второго, допустим, месяца вы подключаете отезолизумаб. Возможно, это и был конек, который дал возможность выиграть этой комбинации по сравнению с другими дизайн исследования, когда у нас есть время на то, чтобы подобрать индивидуальную дозу, справиться с токсичностью. Таким образом, пациентка действительно имела определенную токсичность, с которой мы справлялись. И до назначения еще иммунотерапии нам пришлось в первую очередь редуцировать дозы в связи с кожной токсичностью. Затем печеночной токсичностью, справившись с ней, мы все-таки подключили иммунотерапию, хотя тоже колебались, и получили еще одну токсичность печеночную. Вот здесь уже начинает любой клинический онколог сомневаться, точно ли такой ценой нам это нужно. Когда мы рассуждаем и боимся при тройной комбинации, в общем-то, обоснованно переживаем за осложнение, мы начинаем рассуждать, правильно ли мы поступаем. Но тут мы видим частичный ответ, видим, что пациентка улучшается по ЭКОГу, по жалобам. Действительно, без сомнения, уменьшается конгломерат, что интересно у этой пациентки. В этой пациентке был зарегистрирован феномен псевдопрогрессирования, когда мы увидели новые очаги, но на следующем же КТ этих очагов уже не было. Поэтому в своей судьбе пациентка испытала две редукции дозы БРАФ-ингибитора. Дальше мы и редуцировали дозу МЕК-ингибитора. Но на данный момент на низких дозах таргетов и поддерживая отеза Лизумаба, пациентка, между прочим, до данного момента имеет полный ответ, который реализовался не сразу. Такой ценой нужно ли? Это вот та серая зона, когда мы смотрим и боремся за выживаемость молодых, но уже симптомных пациентов, когда одной таргетной терапии, мы знаем, она имеет свою конечную точку. Таким образом, кому, может быть, стоит назначить тройную комбинацию? Когда высокий ЛДГ, когда мы видим отрицательный или низкий ПДЛ и ЭКОГ уже ближе к 2-3 обсуждаемые. Может быть, еще симптомная метастазия, большая эпохолевая нагрузка. То есть тогда, когда вы колеблитесь между назначением, назначите все. Но еще раз повторюсь, назначьте сначала таргетную терапию. Вы можете на ней остаться. Вас никто не обязывает добавлять отезолизумаб. Но если через месяц, максимум 2, вы видите, что эффект реализуется, добавьте, и вы попытаетесь этот эффект удержать. Таким образом, мы действительно находимся в очень интересное время, когда в многообразии выбора нам очень хочется подобрать. С учетом индивидуальных характеристик, которые мы сейчас с вами обсуждали. Важно, правильный препарат в правильное время и правильному пациенту. То, к чему мы стремимся. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.